Добрый день! Сегодня 9 марта. Наконец-то мы справились с садовыми работами, закончили обрезку, опрыскивание, а теперь можно спокойно приступить к делам огородных. Мы ежегодно для себя высаживаем картофель под пленку, чтобы в мае месяце побаловать себя ранним урожаем. Так как мы живем в Крыму, то посадку картофеля можно начинать гораздо раньше. Для посадки мы выбрали сорт ривьера. Это ранний сорт с короткой вегетацией. Он идеально подходит для выращивания под пленкой. Три недели назад мы занесли картофель на проращивание. Перед этим мы обломали все отростки, которые были на нем. Так мы добились, чтобы все глазки проснулись равномерно. Вот смотрите, какие у нас тут отростки хорошенькие все. Один момент хочу сказать для тех, если кто-то когда-то будет покупать семенной материал. Если же вам предлагают картофель с вот таким цветом отростка, видите, вот он как розоватенький какой-то идет. Там беленькие какие-то. То есть это не ривьера. У ривьеры цвет, посмотрите, фиолетовый. То есть другого цвета у ривьеры не может быть. Значит это вам предложили совершенно другой сорт. Имейте это в виду. Осенью на этот участок был внесен перепревший навоз. При посадке в рунки мы ничего не вносили. Картофель мы высаживаем на гребни, так земля лучше и быстрее прогревается. Ранний картофель глубоко не садится. Клубни мы садим не под лопату, а под специальную сажалку. Этот метод ускоряет процесс посадки. Для полива мы применяем капельное рашение. После посадки проливаем картофель и накрываем пленкой. Чтобы пленку не рвала, при ветре мы ее сверху накрываем агроволокном плотностью 30. Это еще плюс добавочная защита от холода, ведь впереди еще будут морозы. Вот смотрите, чем мы нарезали рядочки. Вот такой у нас плужок. То есть два человека работают, чтобы нарезать эти рядочки. Вот один человек тянет, другой рулит. И вот спокойненько вот так все это происходит. И мы, чтобы это все было быстрее, качественнее, работаем вот таким вот аппаратом. Так, сажать мы будем вот такой вот сажалочкой. Вот смотрите, ничего сложного нет. Ну, эта сажалка ей уже 100 лет в обед. Она уже пересажала очень-очень много картошки. То же самое. Какой принцип? Вот так спокойненько пьем раз, открыли, кинули карташинку, вытянули, опять кинули, вытянули, кинули, вытянули, да. Потом можно вот так, наверное, провели и все. И вот здесь как раз получается вот такая у нас ложбиночка. Сюда укладывается хорошо капельная лента. То есть все получается прекрасно. Ее не ветром не сносит, ничего. И вот так вот весь процесс у нас идет. Ну, сейчас мы наглядно вам покажем на нашем примере, как мы делаем все эти операции. Так, ну что, картошечку мы уже посадили, разложили капельную ленту. Перед этим проверили ее, чтобы везде все капало, чтобы было все как положено. И будем сейчас эту ленту фиксировать. Все это делается при включенной воде. Значит, мы берем простую земельку и делаем вот такие вот присыпочки. Вот такие. С расстоянием мы делаем где-то полтора-два метра. Чтобы потом в будущем, когда пленка будет накрыта, в парнике будет очень жарко, эта лента начнет растягиваться у нас, и она будет смещаться. А этим мы ее будем удерживать. Ну вот, мы собрали нашу конструкцию из духа. Для того, чтобы в будущем у нас не было проблем из-за снега и сильных ветров, мы укрепили каркас. По центру натянули проволоку с помощью натяжника, чтобы не было провиса. Поверх проволоки установлены дуги с интервалом в один метр. Дополнительно дуги связали шпагатом. Каркас получился крепким и мощным. Теперь, если заштормит, мы не будем бегать с лопатами по ночам и переживать за наш картофель. Вот, смотрите. Вот у нас была закреплена стоечка, вот у нас идет натяжничок, здесь идет проволочка. Проволочка. Вот, на той стороне тоже у нас забит пол. И все. Вот дуги у нас, смотрите, между собой связаны шпагатом. То есть, вот они не ходят у нас ни туда, ни сюда. Вот. Вот они полностью закреплены. То есть, даже если сверху у нас придавит снежок, то дуги не будут у нас расползаться и вся наша конструкция будет прочно держаться. Все. И вот получается, вот она как-то целиком вот амортизирует. Чуть-чуть самортизировала, вот руки убрала, она раз, опять встала на место. То есть, вот такая у нас конструкция получилась. Ну все, будем сейчас натягивать нашу пленочку. Ну вот мы накрыли наш парничок. Как я и говорил, у нас двойная защита идет. Вот снизу у нас пленочка. Пленочка. И это сверху у нас агроволокно. То есть, что у нас получается. Вот эта пленочка у нас лежит. И волокно сверху придавливает нашу пленочку. И из-за этого, получается, эта пленка не бьется по дугам. Если бы не будет у нас этого волокна, то при больших ветрах она будет биться об эти дуги. И в этих местах будут просто идти у нас разрывы. И все. Ну то есть, потом как-то придем, а наша пленка будет летать по всему огороду. Поэтому вот таким методом мы спасаем нашу пленочку и спокойненько ночами спим. Ну вот у нас все получается. Вот уже наш маленький домик. Все, посадочка у нас окончена. Ну и теперь будем ждать сходов нашего картофеля. Пятое апреля. Почти месяц прошел с момента посадки нашей картошечки. Что хотел вам показать. Несколько дней назад у нас был мороз до восьми. Вот смотрите состояние нашего картофеля. Крайние рядочки все прихвачены морозом. Средние немножечко повеселее выглядят. Но через несколько дней будем уничтожать сорнячки. Откроем, прорыхлим почву. Вот такое на данный момент состояние нашего картофеля. Так, сегодня 9 апреля. Ровно месяц получается с момента посадки нашего картофеля. Вот смотрите на данный момент, что у нас получается. Значит, что мы будем сейчас делать. Будем открывать наш парник. Прорыхлим землю. Уничтожим сорнячки. И что мы будем делать сейчас. Как я уже говорил, у нас получается идет пленка. А сверху идет агроволокно. Днем у нас сильная жара. Последние дни давит. Для того, чтобы наши кусты не сгорели. Мы будем пленочку убирать. А оставлять только волокно. Я вам покажу, как это все будет у нас происходить. Полностью мы ее убирать не будем. Потому что всякое бывает. Может быть, не дай бог, будут по прогнозу намечаться какие-то приморозки. Если что, мы тогда быстренько опять эту пленочку накидываем на дуги. И опять все будет как есть. На данный момент, конечно, надо уже ее убирать. Потому что сильно жарко для картофеля. Днем у нас тут за 30. Солнце смалит. Поэтому она здесь плохо себя чувствует. Перед этим, конечно, что мы сделали. Открывали постоянно, проветривали с торцом наш парничок. С боков. С боков он видно там. Дальше ящички мы подкладывали для лучшей вентиляции. Для лучшего обдула. Потому что сильно жарко у нас получается. Так, ну и что. Ну и все. Сейчас я вам все это сделаю. Я вам покажу, как у нас получилось. Ну что, сделали мы рыхление. Уничтожили сорнячки. Смотрите, что мы сделали с пленочкой. Вот мы ее скрутили в трубочку. Убирать мы ее еще не будем. Почему? Потому что если вдруг намечаться будут какие-то серьезные приморозки. Опять же мы ее разматываем. Опять натягиваем на дуги. Сверху накрываем опять волокном. Делаем все так же самое, как делали мы раньше. Сейчас вот что мы будем делать на вот этот наш каркас. Вот так вот просто натягиваем волокно. С той стороны присыпаем. И все. Самое главное открывать парник. Ни в коем случае нельзя днем, когда светит солнце и дует ветер. Почему? Потому что может произойти в это время ожог листьев. Все равно картофель он еще все равно нежный в это время. Поэтому все делается вечером в безветренную погоду. Сегодня 1 мая. Наша картошечка уже упирается в волокно, в дуги. Ей места уже здесь не хватает. Поэтому мы решили уже будем волокно снимать с картошечки. Чтобы лучше было бду. По прогнозам морозов никаких не намечается. Все будем сейчас это делом и скручивать. Я покажу как это у нас получилось. Все волокно мы убрали. Сбоку мы его положили для подстраховки. Ну все. Эти дела делаются вечером. Главное не по солнцу, не по ветру это делать. Потому что будут ожоги листьев. Картошечка уже все равно закалилась. У нас под волокном вот на верхушечках кустов видно такие светленькие листочки. Это апрельские приморозки свое дело сделали. Но ничего страшного для картошки не будет. Она выровняется потом со временем. Ну все. Вот получается у нас 9 числа будет ровно 2 месяца с момента посадки нашей картошечки. Что сегодня 9 мая. Ровно 2 месяца с момента посадки нашей картошечки. Ну решили к праздничку немножко порадовать себя. Еще конечно рановато ее копать. Ну я думаю может быть немножечко-немножечко к шашлычку. Может что-то мы и придумаем сегодня. Посмотрим что у нас здесь есть. Где тут кустик? Крайние рядочки они тут больше под мороз конечно попадали. Земля мокрая. Палили тут на днях ее сильно сыровато конечно. Так. Что тут у нас? Ну еще рановато ее конечно копать. Рановато. Ну хочется прям к празднику. Ну просто хочется. Картошки уже своей. Уже заждались. Так. Что у нас здесь? Так. Ну что-то уже для себя будет попробовать. Будет-будет. Я думаю будет. Прям земля сильно сырая. Ну что. Я скажу. Ровно два месяца. Это уже результат. Конечно это еще рано. Еще будем ждать мы. Ну вот я думаю что сейчас еще мы пройдем несколько кустиков. И для себя можно порадоваться. Вот смотрите. Уже есть. Сегодня 2 июня. Картошечка наша полностью уже созрела. Как видите кусты некоторые уже полностью засохли. Сейчас у нас сильная жара на улице. Ну для того чтобы она не спеклась. Мы решили ее уже полностью выкапывать. Сейчас уберем капельную ленту. Скосим куста резом быстренько кустики оставшиеся. И начнем копать. Стоит. 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 Продолжение следует... Ну вот мы скосили нашу бату, сгребли ее. Как я вам говорил, картофель этот садится неглубоко под самым верхом. Видите, вот когда сгребали бату, вот выворачивалась местами картошечка. Почему это так делается? Да потому что она гораздо раньше начинает свою вегетацию и быстрее вызревает. Поэтому мы ее садим неглубоко. Ну что, начнем сейчас потихонечку копать. Посмотрим, что у нас за это время. Посмотрим, насколько она выросла, картошечка. Так. Ну вот, есть такие и неплохие экземплярчики. Вот видите, для себя, для себя ясно, что будет. Вот есть, видите, какие хорошие такие вот на ладошечку вещи. Ну я думаю, что все, я не буду показывать, как копать. Сейчас мы ее быстренько выкопаем сверху. Ну и потом посмотрите, что она будет себя здесь поставить. Вот мы выкопали небольшой пролетик, 4 рядочка. Вот смотрите, что у нас получается. Ну вот, экземплярчики некоторые вот на ладошечку есть. Вот видите, смотрите, какие экземпляры. Есть, конечно, и средненькие, есть и мелкие. Без них никуда не деться. Есть, как есть. Для себя я считаю, что пойдет. Урожай хороший. В этом видео я хотел показать и рассказать, как можно быстро вырасти для себя ранний картофель. При выращивании этого картофеля не использовались никакие минеральные удобрения, никакая химия от колорадского жука, так как этот картофель успевает созреть до массового нашествия жука. Осенью на этот участок мы внесли только перегной. И во время вегетации был капельный полив. Дождей мы так и не дождались в этом году. Начиная с 9 мая на протяжении месяца мы по мере необходимости приходили и выкапывали картошечку. Я думаю, все помнят, весну 2020 у нас 3 недели были серьезные морозы. До минус 7, минус 9 этот картофель выдержал такие испытания. Помните, я показывал крайние рядочки, которые касались пленки. У нас постоянно прихватывало листья морозом. Ну вот посмотрите результат. Фактически они ничем не отличаются. Крайние рядочки от средних рядочков. То есть картофель натянул, размерчики восстановился. То есть я считаю, что разницы вообще никакой нет. Ну что хочу сказать. Я всем советую для себя, для семьи сожрать ранний картофель. Так как в это время очень хочется себя побаловать вкусняшками. Не ленитесь, я считаю, что это каждому под силу. Ведь это очень интересно. Ну и для тех, кто хочет заработать на ранние продукции. Это очень даже прибыльная вещь. Всем желаю успехов, хороших урожаев. Подписывайтесь на наш канал и ждите новые видео. Впереди еще очень много интересного. Впереди еще много интересного. Впереди еще много интересного. чтобы неять. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры — Субтитры何 activated. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...